13-14 июня 1906 года. Брэд Гарт. До чего неисповедимы пути проведения? Но об этом я поговорю после. Лет около сорока тому назад я был репортером газеты Morning Call в Сан-Франциско. Больше того, я был единственным ее репортером. Другого не был. Для одного человека работы было достаточно даже с избытком, но мало для двоих. Так думал мистер Барнс, а он был владельцем газеты и потому мог судить об этом лучше всякого другого. К девяти утра я должен был приходить в полицейский суд и сидеть там около часа, внося в блокнот краткую историю вчерашних ссор. Обычно ссорились ирландцы с ирландцами или китайцы с китайцами. Иногда, разнообразие ради, бывали ссоры и у ирландцев с китайцами. Свидетели изо дня в день повторяли одно и то же, без конца дублируя друг друга, а потому ежедневная процедура была убийственно, монотонно и скучна. Насколько мне известно, только один человек из всех участвовавших в этой процедуре находил в ней хоть что-нибудь интересное для себя. Переводчик при суде Это был англичанин, свободно изъяснявшийся на пятидесяти шести китайских диалектах. Каждые десять минут он должен был переходить с одного диалекта на другой. Это упражнение действовало на него в высшей степени живительно, и в суде он никогда не клевал носом, что нередко случалось с репортерами. Оттуда мы отправлялись в высшие судебные инстанции, чтобы узнать, какие приговоры были вынесены накануне. Судебные заметки шли под заголовком «Хроника». Для репортеров это был неоскудевающий источник информации. В остальное время дня мы рыскали по городу с одного конца в другой, собирая материал, какой подвертывался под руку, лишь бы заполнить столбец. И если готовых пожаров не было, мы поджигали сами. По вечерам мы обходили все шесть театров один за другим, семь вечеров в неделю, 365 в год. В каждом из них мы оставались минут по пяти, не больше. И, бросив самый беглый взгляд на пьесу или оперу, обозревали, как говорится, эти самые пьесы и оперы, проводя все вечера с начала и до конца года в мучительных усилиях сказать о спектакле что-нибудь такое, чего не было бы уже сказано двести раз нами же самими. С тех пор прошло сорок лет, но я и теперь не могу видеть театральное здание, у меня начинаются резь и колики, по выражению дядюшки Римуса. А что там делается в театральном деле, я не имею почти никакого понятия, так редко я туда заглядываю. Если же и появляется желание заглянуть, то не настолько сильное, чтобы меня нельзя было отговорить. Потрудившись с девяти утра до одиннадцати вечера над собиранием материала, я брал перо и размазывал собранную грязь по бумаге, стараясь, чтобы слова и фразы заняли как можно больше места. Это была черная работа, черная и бессмысленная, лишенная почти всякого интереса. Для лентяя это была сущая каторга, а я родился лентяем. Теперь я не стал ленивее, чем был сорок лет тому назад, но это потому, что уже сорок лет тому назад я дошел до предела. Никто не в силах совершить невозможное. Наконец произошло одно событие. В воскресенье днем я увидел, как несколько хулиганов избивали камнями китайца, который нес тяжелую корзину с бельем своих клиентов-христиан, а полисмен с интересом глядел на эту картину и только. Он и не подумал вмешаться. Я описал это происшествие с большой страстностью и с негодованием. Обычно я не перечитывал утром того, что писал вечером. Все это было вымучено, мертво. А эта заметка вылилась из сердца. Она была написана горячо и, как ни казалось, не без литературных достоинств. И потому наутро я с нетерпением принялся искать ее в газете. Заметки не было. Не появилась она ни на второй день, ни на третий. Я пошел в наборную и, разыскав ее среди забракованного материала, спросил, в чем дело. Метром Паш сказал мне, что мистер Барнс прочел ее в корректуре и велел снять. И даже объяснил, какие у него были для этого причины. Мне или Метром Пашу теперь уже не помню, которому из нас. Но с точки зрения коммерческой это были веские доводы. Он сказал, что Морвин Колл, так же, как и Нью-Йорк Сан того времени, это газета прачек, то есть газета бедняков, единственная дешевая газета. Она получает средства к существованию от бедняков и должна уважать их предрассудки, иначе погибнет. Ирландцы были бедны. Они составляли опору газеты. Без них Морвин Колл не протянула бы и месяца. А они ненавидели китайцев. Моя заметка расшевелила бы весь ирландский муравейник и серьезно повредила бы газеты. Морвин Колл не могла себе позволить роскошь печатать такие статьи, в которых хулиганов осуждают за избиение китайцев. В те времена я держался возвышенного образа мыслей. Теперь за мной этого не водится. Я был тогда неблагоразумен. Теперь я не отстаю от времени. Третьего дня Нью-Йорк сам поместила сообщение своего лондонского корреспондента, которое помогает мне познать самого себя. Корреспондент упоминает о некоторых происшествиях у нас в Америке за последний год, как, например, полное разложение в наших крупных страховых обществах, где хищения открыто совершались самыми видными деятелями нашей коммерции, о разоблачениях бессовестного взяточничества, колоссального взяточничества в муниципалитетах таких больших городов, как Филадельфия, Сент-Луис и других, о последнем разоблачении миллионных взяток в управлении железных дорог и о раскрытии менее крупных мошенничеств по всем Соединенным Штатам с одного конца до другого, и, наконец, сенсационное разоблачение Эптоном Синклером самого титанического и самого убийственного из всех, мошенничества мясного треста, разоблачение, заставившее президента потребовать от упиравшегося Конгресса проведение такого закона, который мог бы избавить Америку и Европу от излишних услуг доктора и гробовщика. По словам этого корреспондента, Европа начинает уже сомневаться, да остался ли во всей Америке хоть один честный человек. Год тому назад я был убежден, что кроме меня самого на всей американской земле нет такого человека. Теперь я разубедился в этом и твердо верю, что во всей Америке нет ни одного честного мужчины. Я держался все время до января месяца, а после этого я пошел ко дну вместе с Рокфеллером, Корнеги, Гулдами, Вендербильтами и другими явными мошенниками, и дал за рок не платить налогов наравне с самыми бессовестными из всей этой компании. В моем лице Америка понесла большую потерю, ибо я незаменим. Потребуется не меньше пятидесяти лет, чтобы мне нашелся преемник, таково мое убеждение. Я думаю, что все население Соединенных Штатов, кроме женщин, ненадежно, когда дело касается доллара. Поймите, я говорю все это как покойник. Я счел бы нескромным со стороны живого человека придавать такие мысли гласности. Но, как я уже говорил, сорок лет тому назад я мыслил более возвышенно и живо чувствовал весь позор моего положения. Быть рабом такой газеты, как Морнин Колл. Если бы я мыслил еще более возвышенно, я бросил бы место и ушел бы, и голодал бы, как всякий другой герой. Но у меня не было никакого опыта. Я, как и многие, только мечтал о героизме, но на практике не знал даже, с чего начать. Начинать с голодовки мне не хотелось. Раз или два в жизни у меня доходило до этого, и вспоминать о том времени было не слишком приятно. Я знал, что если я оброшу работу, то другого места мне не найти. Я очень хорошо это знал, а потому я проглотил обиду и остался работать в газете. Но если я и раньше проявлял очень мало интереса к моим занятиям, то теперь не проявлял ровно никакого. Я не бросил работы, но совершенно охладел к ней, и результаты были такие, каких и следовало ожидать. Я запустил дела. Как я уже говорил, работы было слишком много для одного человека. При моем теперешнем способе ведения дел было совершенно очевидно, что тут нужны двое или трое. Даже Барнс это заметил и велел мне взять помощника на половинное жалование. Внизу в бухгалтерии служил длинный и нескладный малый, добродушный, уступчивый, недалекий, а получал он что-то очень мало, почти ничего, без стола и квартиры. Один бесстыжий мальчишка из той же бухгалтерии вечно поднимал его на смех и дал ему прозвище, которое почему-то ему шло и казалось очень метким. А почему, я и сам не знаю. Он его звал Смеги Маглюгл. Вместо помощника я предложил Смеги. Он очень обрадовался и принял его с благодарностью. Он взялся за работу с удесетеренной энергией против той, которая осталась во мне. Он был неумен, но умственных способностей и не требовалось от репортера Морнин Колл. И он прекрасно справлялся со своими обязанностями. Я этим пользовался, и на его долю приходилось все больше и больше работы. Я становился все ленивее и ленивее, и через месяц он один делал почти все. Было ясно, что он может справиться с работой один, без всякой помощи, и потому не нуждается во мне. Именно в этот критический момент произошло то событие, о котором я упомянул выше. Мистер Барнс меня уволил. Первый и единственный раз в жизни меня уволили, и мне до сих пор это больно, хотя я лежу в могиле. Он не выгнал меня, это было не в его характере. Мистер Барнс был крупный, красивый мужчина, с добродушным лицом и вежливыми манерами, и одевался он отлично. Он никому не мог бы сказать грубого, обидного слова. Он деликатно отвел меня в уголок и посоветовал уйти. Слушая его, можно было подумать, что это отец советует сыну, желая ему только добра. И я покорился. И вот я очутился на улице, а идти мне было некуда. Я был воспитан в строгих пресвитерианских правилах, и потому знал, что газета сама навлекла на себя беду. Пути проведения были мне известны, и я знал, что за эту вину ей придется ответить. Я не мог предвидеть, когда ее постигнет кара, и какую она примет форму, но в том, что эта кара неизбежна, я был уверен так же твердо, как в том, что существую на свете. Я не мог сразу сказать, постигнет ли кара самого Барнса или его газету. Но виноват был Барнс, а мне было известно, что наказан всегда бывает невиновный. И потому я был уверен, что за преступление Барнса пострадает в будущем газета. И точно. На одном из первых снимков, которые попали мне недавно в руки, среди развалин города высилось здание Морген Колл, подобно памятнику Вашингтону. Впрочем, от самого здания ничего не осталось. На его месте торчал железный скелет. Вот тогда-то я и сказал себе, неисповедимы пути проведения. Я давно знал, что так случится. Знал целых сорок лет. За все это время я ни разу не усомнился в проведении. Возмездие было отложено на более долгий срок, чем я рассчитывал. А зато оно оказалось более радикальным, более внушительным. Некоторым могло показаться странным, что проведение уничтожило целый город с населением в 400 тысяч жителей, ради того, чтобы свести счеты сорокалетней давности между каким-то несчастным репортером и газетой. Но я тут не видел ничего странного. Я был воспитан в этих правилах, всосал их с молоком матери и остался присвятырианином на всю жизнь. А потому знал, как такие дела делаются. Я знал, что в библейские времена, если один человек совершал грех, то обычно истреблялось все его племя вместе со скотом и всем прочим. Этого всегда следовало ожидать. Я знал, что в остальном проведение не станет особенно разбираться, лишь бы под руку подвернулся кто-нибудь из близких настоящего виновника. Помню, в Магналии один человек выругался, возвращаясь домой с молитвенного собрания. И не прошло девяти месяцев, как он получил предостережение свыше. У него была жена и семеро детей, и все они сразу были поражены страшной болезнью и умерли в мучениях один за другим. Так что к концу недели в живых оставался только один этот человек. Я знал, что тут был умысел покарать этого человека. Если у него имелась хоть капля мозгу, он должен был согласиться, что эта цель достигнута, хотя пострадали главным образом другие. В те времена бухгалтерия Morning Call помещалась в первом этаже. Этажом выше была канцелярия управляющего монетным двором Соединенных Штатов, а Брэдгард служил личным секретарем управляющего. Сотрудники редакции и единственный репортер помещались на третьем этаже, а наборная — на четвертом и последнем. Я проводил очень много времени с Брэдгардом в его канцелярии, после того, как Смеги Макклюрл пришел ко мне на помощь, но не до того. Гард очень много писал для Калифорния, печатал там короткие романы и очерки, и, кажется, работал также редактором. Я тоже там сотрудничал, и Чарльз Г. Уэбб, и Прентис Мелфорд, и молодой адвокат по фамилии Гастинг, подававший надежды стать незаурядным писателем. Чарльз Оренс Тоддарт тоже там сотрудничал. Амраз Бирс, который сейчас пишет вполне приемлемые для журналов рассказы, работал тогда для какой-то газеты в Сан-Франциско, может быть, для Золотого века. Мы очень хорошо проводили время вместе, очень дружно, весело и приятно, но это было уже после того, как Смеги Бакклюрл начал помогать мне, до того свободного времени у меня не было. Смеги был настоящим кладом для меня в течение месяца, а потом стал прямо-таки бедствием. Брэд Гарта открыл мистер Свен, директор монетного двора. Гард приехал в Калифорнию в пятидесятых годах, лет двадцати трех, двадцати четырех, изобрел в золотоискательный поселок Янра, получивший это курьезное имя, а в первые дни своего существования он очень нуждался в имени, совершенно случайно. Там была пекарня с холщовой вывеской, которую еще не прибили, а только намалевали и растянули для просушки так, что видна была изнанка со словом «пекарня», вернее, с половиной слова. Какой-то приезжий прочел его неправильно, с конца, Янра, и решил, что так называется поселок. Золотоискатели были и этим довольны, название привилось. В этом поселке Гард несколько месяцев пробыл учителем. Кроме того, он редактировал еженедельную тряпицу, исполнявшую обязанности газеты. Очень недолго он прожил в поселке Ослидное ущелье, где добывалось жильное золото. Несколькими годами позже я тоже там застрял на три месяца. Именно в реке и Ослидном ущелье Гард научился так внимательно наблюдать и с фотографической точностью запечатлевать на бумаге лесные пейзажи Калифорнии и ее своеобразные черты. Дилижанс, его возницу и пассажиров, костюмы все повадки золотоискателя, игрока и их женщин. Здесь же он выучился, не тратя сил на наблюдение, всему, чего он не знал о приисках. А кроме того, выучился с видом знатока преподносить все это читателю. Там же он выучился пленять Европу и Америку характерным диалектом золотоискателя, диалектом, на котором не говорил ни один человек в мире, пока Брэд Гард не изобрел его. Диалект умер вместе с Брэд Гартом, но жалеть об этом не стоит. Со временем он перебрался в Сан-Франциско. По профессии он был наборщиком, и ему удалось получить работу в редакции «Золотого века» на 10 долларов в неделю. Гарту платили только за набор, но он облегчал себе труд и развлекался тем, что без приглашения сотрудничал в газете. Редактор и владелец газеты Джо Лоуренс ни разу не видел рукописи Гарта, потому что их и не было. Гард придумывал свои произведения тут же, у наборной кассы, и набирал их по мере того, как придумывал. Золотой век был, по всей видимости, литературной газетой и явно гордился этим. Но литература эта была весьма слабая и бесцветная, нас принявшая от настоящей литературы одни лишь внешние признаки. По существу же не имело с ней ничего общего. Мистер Свен, управляющий монетным двором, заметил новую ноту в оркестре «Золотого века», свежую и жизнерадостную ноту, поднимавшуюся над нестройной разноголосицей этого оркестра и звучавшую, как настоящая музыка. Он спросил Джо Лооренса, кто этот музыкант, и Джо Лооренс сказал ему. Мистер Свен считал просто постыдным, что Брэдгард растрачивает себя попусту на таком месте и за такую нищенскую плату. Он взял его к себе, сделал своим личным секретарем, дал ему хорошее жалование и освободил почти от всяких обязанностей, лишь бы он следовал своим наклонностям и развивал свой талант. Гард был не прочь, и развитие началось. Брэдгард был один из самых приятных людей, каких я знал. Он был также одним из самых неприятных людей, каких я знал. Он был позер, насквозь фальшивый и неискренний, и даже в своей манере одеваться постоянно проявлял эти свойства. Он был положительно недурен, несмотря на то, что его лицо было сильно попорчено оспой. В те дни, когда он мог себе это позволить, а также и в те дни, когда не мог, его костюм всегда был несколько впереди моды. Всегда бросалось в глаза, что он одет более модно, чем все остальные модники в нашем обществе, даже самые заядлые. У него был хороший вкус. Хотя его костюм и бросался в глаза, в нем никогда не было ничего кричащего или резкого. В нем всегда была какая-нибудь особенно изящная деталь, эффект которой был заранее рассчитан, и эта деталь выделила быгарта из целой толпы сверхмодников. Чаще всего галстук. Он был всегда одноцветный и очень яркий. Иногда галстук бывал алый, точно вспышка пламени под подбородком. Иногда цвета индига, такого теплого и живого, точно на грудь ему села блестящая и пышная бразильская бабочка. Жеманство Брэдгарта сказывалось даже в его манере держаться и в его походке. Держался он изящно и свободно, а походка у него была жеманная, но это так и следовало, потому что естественная походка не гармонировала бы ни с его характером, ни с его костюмом. В нем не было ни одной искренней жилки. Я думаю, что он был не способен на какое бы то ни было чувство, потому что ему было нечем чувствовать. По-моему, сердце у него просто исполняло должность насоса и никаких других функций не несло. Я могу даже поклясться, что оно не несло никаких других функций. Я хорошо знал его в те дни, когда он секретарствовал на втором этаже, а я, погибающий репортер, сидел на третьем, и роковая фигура Смиги грозно маячила где-то поблизости от меня. Я близко знал его и впоследствии, когда пятью годами позже, в 1870 году, он перебрался на восток, чтобы стать редактором Lakeside Magazine, который хотели издавать в Чикаго, и пересек всю страну, возбудив такой интерес к себе среди народа и вызвав такое волнение, как будто он был путешествующим вице-королем Индии или долгожданной кометой Галлея, возвратившейся к нам после 75-летнего отсутствия. Я был с ним очень близок, и позднее, пока он не уехал за океан и не стал консулом, сначала в Крефельде в Германии, а потом в Глазго. Он так и не вернулся в Америку, он умер в Лондоне через 26 лет после того, как уехал из Америки и бросил жену и детей. И это тот самый Брэдгард, чей пафос, заимствованный у Диккенса, исторгал у читателей целые ручьи слез и был просто находкой для фермеров обоих полушарий. Он сам сказал мне однажды с циничной усмешкой, что, кажется, овладел искусством выкачивать слезу чувствительности, как будто слеза чувствительности нечто вроде нефти, и ему посчастливилось найти источник. Однажды, когда Брэдгард приехал на две недели поработать у меня в Хартфорде, он сказал мне, что слава пришла к нему случайно и что некоторое время он об этом жалел. Он сказал мне, что написал некрещённого китайца ради забавы и бросил стихи в корзину, но вскоре к нему прислали за материалом, которого не хватало для того, чтобы сдать в печать очередной номер Оверленда. Ничего другого у него под руками не было, он выудил из корзины китайца и послал его в типографию. Как все мы помним, стихи вызвали такой взрыв восторга, отголоски которого докатились до самых отдалённых уголков просвещённого мира, и и на Гарте, ещё неделю тому назад ничем не замечательное и никому не известное, сразу стало известно так, как если бы оно было написано на небе буквами астрономической величины. На свою славу Гард смотрел как на бедствие, потому что в то время он уже работал над такими вещами, как «счастье ревущего стана», представлявшими более высокую ступень, ступень, на которую он надеялся подняться на глазах у всего мира. Некрещённый китаец помешал осуществиться этой мечте, но ненадолго. Иная, лучшая слава пришла на смену этой. Её принесли счастье ревущего стана, компаньон Теннесси и другие умелые подражания Диккенсу. По времена Сан-Франциско Брэдгард нисколько не стыдился, когда его хвалили как удачного подражателя Диккенсу. Наоборот, он гордился этим. Я слышал от него самого, что он считает себя лучшим подражателем Диккенсу в Америке. И это признание доказывает, что в то время в Америке было немало людей, которые, очень старательно и не скрывая этого, подражали Диккенсу. Его большой роман «Габриэль Конрой» так похож на Диккенса, как будто его написал сам Диккенс. Жаль, что нам нельзя уйти из жизни, пока мы ещё молоды. Когда, 36 лет тому назад, в ореоле своей новорождённой славы, приковав к себе внимание всего мира, Брэдгард отправился на восток страны, он прожил уже всю ту жизнь, которую стоило прожить. Он прожил всю ту жизнь, которая была достойна уважения. Он прожил всю ту жизнь, которую мог уважать сам. Для него начиналось самое жалкое существование — нищета, долги, унижения, бесчестия, позор, горечь и мировая слава, которая подчас, должно быть, становилась ему ненавистна, так как рядом с ней слишком бросались в глаза и его нищета, и низость его характера, и этого не в силах было скрыть никакое искусство. Был счастливый Брэдгард, довольный Брэдгард, чистолюбивый Брэдгард, полный надежд Брэдгард, жизнерадостный, весёлый, смеющийся Брэдгард. Брэдгард, для которого жить было огромным, безмерным наслаждением. Этот Брэдгард умер в Сан-Франциско. Труп этого Брэдгарда торжественно проследовал через весь материк. Это он отказался в Чикаго приехать на банкет, который давали в его честь, потому что в этикете было сделано упущение. За ним не прислали кареты. Это он проделал путешествие на восток, связанное с планами журнала «Лейксайт» и потерпел неудачу. Это он обещал в течение одного года отдавать все плоды своего таланта только в Атлантик за 10 тысяч долларов, огромная сумма по тому времени. И за такую плату не дал ничего, о чём стоило бы говорить всерьёз, но деньги забрал вперёд и истратил ещё до срока. А потом началось мрачное и полное тревог существование живого трупа, займы у мужчин и жизнь насчёт женщин. И так до могилы.